Мы хотим жить в мире и спокойствием, но наше желание только, к сожалению, недостаточно. Ну как-то вот я отдам району, а они потом начнут воевать. А если не начнут? Как если? А можно, разве, на если оставить судьба 150 тысяч наследия? Так вот я и говорю, что, ну тогда хорошо, давайте, коль мы организация защитим, сделаем так, чтобы не было войны после того, как это... Но это уже мы должны решить, вплоть до того, что мы должны туда определенные миротворческие силы направить, к примеру. Да, в Нагорный Карабан поставят на границу. Мы же не воевать туда придем, а договоренности соблюсти. Понимаешь, вот тут твоя позиция слабовата, мне кажется. А я позиция слабовата? Почему? Нет, ну я не отдам всем району, потому что ты потом против меня начнешь воевать. А тут сразу, а если не начнет? Конечно, а что значит, если не начнет? А если не начнет? Так я же, ну тогда, гаранты вступают в дело. А почему просто так отдавать? Я не понимаю. Как просто так? Ну он заплатит. Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе. Пусть я ему даю 6 миллиардов, пусть он откажется от этого. От чего? От теми районами? Да ты что? Все же, если бы ты сказал, я отдаю 7 районов, не хочешь прознавать? Вот вы тут с россиянами умные, давайте 20 тысяч туда, чтобы стабилизировалась обстановка. И мы бы никуда не делись, и все бы вместе решали эту проблему. Но ты не хочешь ее решать. Это мое мнение, говорю тебе как друг. Послушай, пожалуйста, послушай, пожалуйста, я не могу этого делать. Почему? Потому что эти 7 районов было за его миллион 5 тысяч человек, которые там погибли. 5 тысяч человек там погибло. Ну и что? Ну и что? Ну если для тебя, ну и что для тебя? Нет, так у нас с ним погибло 30 миллионов, и что? Мы что, сегодня с немцами воюем? Во-первых, у нас не меньше погибло, только 30 тысяч погибло за Беларусь. Вот в этой войне, которая... Тем более.